это конечно весьма интересно будет давайте все-таки определимся кто вам что притащил из-за рубежа будем говорить что шорты для лета я вам принес из-за рубежа потому что первоначальный мой сюжет про зарубежные поездки начался сейчас я расскажу в каком-то году это был 2004 год через один год будет ровно 20 лет как я вам привожу сюжеты из-за рубежа и вы все начали делать то что должно быть потому что извините лето и зачем будем ходить в штанах потому что штаны во-первых они не так хорошо продуваемые это для мужчин ну и для женщин в том числе то есть нам гораздо вкуснее летом ходить в чем мы будем летом ходить в том что нам нужно и к слову о том что есть у нас такое заведение я в нем некоторое время присутствовал из разряда высших чинов власти я очень хорошо отношусь к виктору филипповичу рашникову то что сейчас делается это должно так и быть когда мне говорят что у нас все будет сложно я говорю что сложно у нас будет примерно до 2025 года до 2025 года до дня металлурга вы знаете клан будет все знаете вот тогда на комбинате будет работать 15 тысяч человек и после этого на комбинат можно будет ездить не на машинах так как это делается в нижнем тагиле так это делается в липецке то есть приезжает автобус едет он по городу у каждого цеха есть свой автобус спокойненько людей забирает привозит их на проходную сам проезжает через проходную а после проходной он забирает всех людей спокойненько и доводит до места их постоянной дислокации эта штука есть в нижнем тагиле и в липецке хорошая тема правильно зачем лишний раз машину перегонять я только это дело ты не понимаю о чем идет речь то все остальное вот теперь возникает дивный вопрос возникает у меня постак я посмотрел сюжеты то есть первоначально мне сказали что допустим почему мы должны финансировать наших губернаторов и и жизнь и вот эту всю дивную контору а ажи с ними то есть по сути событий в нормальных то странах нормальных странах на которые вы должны быть ориентированы мы же уже ушли от советского союза то есть у нас коммунизм как-то так помахали ему рукой а я противник этого дела я всю жизнь знал и коммунизм для меня лучший вариант моего качественного развития так вот я был 2000 90 в 1997 году я был в америке и вы знаете этом посмотрел что там один человека в городе получает свою заработную плату это мэр и у одного этого человека в городе есть служебная машина такая достаточно простенькая него то что у нас сейчас творится то есть у нас в отдельные вещи такие машины там ой 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 то есть по-другому то есть они как бы и не могу да они же на наши баки финансируют меня вот это возникает тоже дивный вопрос я естественно смотрю тнт который у нас не показывают потому что мне все можно в эфире показывать а иначе так а понимаете когда люди зарабатывают космические деньги на нас с вами и к слову о том что я даже сейчас уже перестал смотреть то что у нас происходит потому что но люди просто баран то есть начинают нам рассказывать сказки что мы куда-то отошли от киева мы от киева отошли потому что была договоренность мы отошли потом от харькова потому что у нас была договоренность нашими металлургическими предприятиями чтобы нам дали возможность продавать металл потому что извините подвиньтесь если честно китай немножко побольше металл производит кори честно то вот то нам надо было спокойненько его перевозить и поэтому немножко ушли то есть я не буду говорить что мы ушли так как это было нужно нам Потому что это было всегда нужно нам. Почему от Херсон отошли? Ну, потому что, во-первых, как бы можно было бы передвигать запасные части и ремонтные бригады, когда все мосты были разрушены, понимаете? То есть вы не торопитесь, не торопитесь, все будет красиво и ровно. И так, как должно быть. Другой вариант, мне вообще очень перестал... Вот я посмотрел этого человека, который занимается там, и он нам говорит, что мы все должны куда-то идти. Я говорю, слышите, во-первых, мы не должны были никуда-то идти, потому что первоначально сама ситуация решалась бы достаточно легко и просто в 2014 году. Необходимо было не подражать дерьмократным в дерьмократических странах. Я и вам еще раз говорю, что даже в дерьмократических Соединенных Штатах Америки демократик таковой не существует. Там не выбирают люди, человеки обыкновенные, жители Соединенных Штатов Америки не выбирают своего президента. Нет. Там есть коллегия выборщиков, которая выбирает. То есть мы не будем говорить о сути демократии тамошней, потому что там и просто не существует вроде. И когда по ушам втирают, поверьте мне, ну поверьте мне, вы не каждый первый будете меня слушать, хотя нет ничего. У меня не слишком большое количество подписчиков, но подписчики, я думаю, умные, и они поймут, о чем я говорю. То есть не надо нам, россиянам, втирать, что мы должны делать. Мы как-нибудь сами разберемся, что нам нужно делать, даже невзирая на то, что наш личный уровень заработной платы вообще в природе своей, это даже ниже, чем Турция, ниже, чем Китай, ниже, чем Индия. Если мы опустимся еще ниже страны... А мы можем туда закатиться, поверьте мне. Да, да, да. К слову о том, к чему мы сейчас пришли, это далеко не хороший вариант. То бишь сегодня и сейчас мы пришли к тому, что скорее всего необходимо будет заниматься не только тем сельским хозяйством, которым я занимаюсь, необходимо будет еще там заниматься курочек, гусей и уточек. Я этим делом занимался. Было-то дело, не верите, зря, кстати. Я вам сейчас скажу, что вот этими плечами в течение двух дней я переколотил 10 кубометров дров. Да, дорогие мои, да, дрова. В Миндяке я этим делом занимался. В Миндяке у меня была и свининка, свинушка красивая. Но кто бы не знал, что для того, чтобы свиньи гораздо более интересные себя чувствовали, и не были такими тюнингами, как мой Мяфыч, к сожалению. Ну, случилось. Вот. Надо было их два брать. Тогда бы они друг на друга смотрели, так бы объедались. Вот, это было красиво. То есть мы туда и попали. То есть мы четко и красиво закатились в диванный год, в 1992. То есть откуда начинали, туда и прикатились. Хорошо мы живем? Да просто, просто изумительно. Да, 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 да. Хорошо прыгнули и хорошо свалились вниз. Да. Теперь у меня возникает вопрос, а почему у нас дивная инфляция? Как бы вам сказать, то я никогда в жизни не знал, что был такой товарищ Сталин. Никогда не знал. До 1986 года. Когда дебильный товарищ под названием Горбачев устроил нам муостройку. Чему? Вонючку. Ну, то, что он устроил, он развалил целиком Советский Советский. Ну, просто нехороший человек, а пускай он в аду горит. Так же, как в аду горит и тот, кто пропил всю территорию Российской Федерации. Ну, а мы еще ее как-то собрали то. Да, да, да. А чем хорош был Сталин? Я не знал, но оказывается. Сумма-то и время-то абсолютно было небольшое и красивое, и ровное. Да, да, да. И за какие-то восемь... Так, пять, да? Восемь лет. За какие-то восемь лет он так восстановил страну после Второй мировой войны. Ха-ха-ха-ха. Как мы это сделать? Мы их, по сути, не сможем. Вот это был человек. И этот замечательный товарищ Сталин, я теперь знаю, что он хороший был человек. Хотя, в принципе, у меня некоторое количество людей пострадало, естественно. Бабушка была раскулачена, потом ее послали сюда. Ну, понимаете, слово в чем заключалось? Кулаки, в принципе, это были нормальные люди, но с некоторым большим количеством мозгов, да? То есть, и поэтому у них все получалось хорошо. Ну, потом их приравняли, естественно, и отправили кое-куда. Ну, с другой стороны, если бы не Сталин, я бы наверняка здесь не появился. Потому что моя бабушка здесь встретилась в Магнитогорской с моим дедушкой. Точнее, он с Магнитогорска съездил в Фершампенуаз. Ну, вот они и поженились, и появилась и моя мама, и мой дед. Да-да-да-да-да. И я появился уже после событий. То есть, я не буду говорить, что... А давайте все-таки вернемся на круги свои, и давайте забросим то, что было. Потому что так же было сделано с замечательным Китаем. Да-да-да. После 89-го года там местные дебилы под названием уроды, под названием студенты, под названием те, кто не понимают, что такое жизнь в природе своей. И это понял, естественно. И мне пришлось 8 лет до получения квартиры, квартирочку туда и снимать. Хотя я поступил в самое интересное местозаведение ЦИТО. Хотя можно было и в другое местозаведение ЦИТО поступить. Чипа Челябинская гос. и радиокомпания. И 8 лет я просто снимал квартиры. Это было не просто звездец, это был обздец какой-то, блин. Да. То есть, было что. Так вот, товарищ Сталин четко приравнял рубль к доллару. И четко приравненный рубль к доллару просуществовал до того самого идиота, который пропил нашу всю страну. До этого все было абсолютно нормально, красиво и ровно. Да. И четко, и четко, и красиво, и ровно. Он просто тупо сказал, что что-то в социалистическом обществе инфляции не должно быть. И не было никакой инфляции. Не было. Да, машины стоили космос. Но, если пересчитать по деньгам, то, в принципе, сейчас основная часть иномарок именно тех денег и стоит. Но при этом же, при этом же люди каждый год ездили отдыхать в санаторий, курорт, профилакторий. По всей стране. И денег хватало. Реально хватало. И денег, в принципе, хватало взять спокойненько в кассе взаимопомощи. Не в курсе событий была. Это как касса взаимопомощи. Это для тех, кто сейчас еще не доезжает, чтобы мозги-то были в свое время и в Советском Союзе. То есть ты мог спокойненько взять необходимую сумму в кассе взаимопомощи, не платить никаких процентов. Просто купить себе то, что тебе было нужно. Вау! Да вы что? Да неужели это было? Нет, господа мои. Было, было, было. И так моя мама в свое время купила себе у вас 2101. Тринадцатая машинка была. Хипотечная. Я, правда, ее разбил, когда сам заснул за рулем. Когда сам заснул за рулем во времена, когда у власти уже появился тот пропоица, который все это делал пропил. Да, да, да. Очень много в жизни было тех ситуаций, которых сейчас молодой человек и не понимает, о чем идет речь. Что сейчас будет с этим дивным молодым человеком? 18 лет. Я бы, конечно же, практически все сделал для своего сына. То есть когда ему будет 16, когда он возьмет, получит машину, он может любую из машин себе забрать. Без разницы. Хочешь, 600 и пускай заберет. Но потом начинают охраневать с таможенного налога. То есть что у нас творится, то есть я тебе еще раз говорю. И вообще всем подряд, всем подряд вам объясняю. То есть у нас какой-то другого варианта я не вижу. То есть мы платим двойной транспортный налог за бензин и за машину, которая даже не ездит. Вы понимаете? Это идиотизм. Это идиотизм, но он у нас есть. Это идиотизм, но он у нас есть даже в самом лучшем городе. Потому что мы же должны понимать, для чего и почему мы живем. То есть у нас приподняли пенсию ненамного. Ненамного. Совсем ненамного. И это в принципе полностью съедает инфляции. С чего нахрен? Вода наша, газ наш. Мало того, газопроводы наши, мы их сами делаем. Ну отдельная тема. Как бы мне хотелось, чтобы все вернулось на круги своя. Как бы мне этого очень сильно хотелось бы. Но похоже, это не получается в этом государстве. Хотя в других странах, я довольно часто, человек бывающий за рубежом, ни в одной стране не вижу слова кризис. У нас кризис, как он начался с 2008 года, так он не закончится. Клево, да? А сейчас еще дополнительный кризис. А потом еще дополнительный кризис. А потом еще дополнительный кризис. Да. Честно, честно. Самый сейчас простой вариант, если мы будем жить в этой стране, это близлежащие поселки от города Магнитогорска. Чтобы до города Магнитогорска, в принципе, вы могли спокойненько доехать на автобусе. Потому что это вкуснее. Когда ты живешь для себя. Когда ни один дебил не разбирает мою лично машину, припаркованную рядышком со школой. Да, господа мои. Вот к чему мы закатились. И выход, я считаю, только такой. Спокойненько в деревне, спокойненько занимаетесь сельским хозяйством. Это, кстати, не сложно, поверьте мне, я лично этим занимался. Спокойненько продаете, спокойненько свою продукцию. Спокойненько на рынках. Вот, рядышком со мной, вот рядышком с вот этим девятиэтажным комплексом, есть отдельные ряды. Где вы можете спокойненько продать своих гусей, спокойненько продать своих уток, спокойненько продать своих курочек. Спокойненько продать своих кроликов. А также вы можете спокойненько продать свой улов. А с ученым того, что ценники у нас на все просто... Я бы еще вам крайне рекомендовал спокойненько завести себе баранов, барачков, кушеки таких. Вы посмотрите, сколько все это удовольствие стоит. К слову о том, что в принципе вы можете завести себе и замечательных коровочков. Что касаемо, как вы их будете пасти. Да-да-да, берете спокойненько недорогую машину под названием Нива и спокойненько выпасываете. Да-да-да, красиво и ровно. А потом спокойненько, рано или поздно вы получите за один заход сумму, которой вам в принципе хватит на качественную новую иномарку. Прикольная ситуация за один год. Думайте, господа.